Фух, ну что, у нас сегодня с вами чтение, продолжение. Сегодня уже пятый вечер. Решила, что на завтра сделаю перерыв, чтобы вам не надоедать. Вот, и завтра будет другой прямой эфир. А сегодня еще будем продолжать с вами читать, раз уж хорошо читается. Предыдущие главы уже загружены в YouTube. По-моему, три загружены в YouTube. Сегодня будет четвертая, на IGTV сейчас грузится вторая. Так что все части, если кто-то пропускает, вы можете читать, точнее слушать, находить. Если кому-то интересно, сколько тут комментариев. Если кому-то интересно и кто-то не читал бумажную книгу, тоже в профиле у меня висит ссылка. Вы можете такую книжку получить себе. Недавно третий тираж к нам пришел. Вот, и еще у нас немножечко книжек есть для тех, кто любит собирать бумажные книги. Ну, а мы сегодня с вами продолжим. Так, я просто тут пытаюсь понять. Все, все окей. Мы сегодня с вами продолжим. И те, кто были вчера, я уже вижу, что есть такие люди, которые активно следят. Мы вчера с вами остановились на том, что я была беременна Евой, и мне вдруг захотелось какого-то новенького бизнеса. Вот, и как бы захотелось еще движухи. Показалось, что движухи в жизни мало. И я решила... Так, что у нас тут было? Да, я зашла в детский магазин, увидела очень много платьев. И тут женщину беременную осенило, что, блин, можно же что-то делать. Можно же сделать так, чтобы твои дети и вообще все девочки носили много платьев маленьких. В общем, эта идея мне почему-то в тот момент показалась очень удачным. И я решила, как любая женщина, зайти издалека к мужу и задать вопрос, как у нас с деньгами. Потому что на тот период, как вы помните, уже как бы с деньгами было все очень неплохо. Деньги прибывали. И вопрос, как у нас с деньгами, означал, типа, ну мы же можем себе позволить что-нибудь сделать не очень умное. Итак, вы можете мне не верить, но в данном вопросе денежном я всегда нахожусь на интуитивном уровне. Я лишь слежу за потоком продаж и стараюсь его постоянно усиливать, усиливать, не вникая в детали, куда и сколько мы платим, тратим и так далее. Это действительно правда. Поэтому, когда мне задают вопрос предпринимательский, сколько, куда, чего, я и правда этого не знаю и не очень хочу знать, если честно. Потому что, как любая женщина, очень болезненно отношусь к ограничениям. И если вдруг я задам вопрос, можно ли это, и услышу, что не нужно, то я сильно расстроюсь. Поэтому я просто стараюсь все время генерировать и думать, создавать денежные потоки. Ну и, собственно, иметь все, что мне нравится. Хорошо, ответил Сережа. Но я все равно не думаю, что коляска за 6 тысяч долларов это умное решение. Да-да, это была отдельная история в нашей семье, когда мой беременный мозг затребовал коляску, с которой я даже не собиралась гулять. Но она была такая милая. А поскольку я вновь сильно росла в прибыли, мне было просто необходимо совершать безумство. Это была коляска Хезба, очень популярная коляска, очень дорогая. И я хотела ее в коже, я увидела ее в розовой коже. И она была такая мягкая, огромная. Ее нельзя было ставить в машину. Ну, в общем, это такая, знаете, карета. И мне почему-то так, ну, захотелось. Я думаю, ну, как же так, я так много работаю, у моего ребенка должна быть лучшая коляска. Конечно, меня немножко подстегивало. Я даже внесла аванс за эту коляску, я ее заказала. Но, как это часто бывает, магазин налажал. И, значит, они мне позвонили и сказали, что коляска, то есть они собирали деньги. Но это один магазин, официальный дилер в нашем городе точно. И они все равно собирали деньги под заказ. Коляски в наличии уже не было. И получалось, что у них не, ну, как бы вовремя они не могли сделать заказ. И коляска приходила на неделю позже, чем я ждала, что родится Ева. И, в общем, я решила, что у меня есть классная возможность сейчас отказаться от коляски. Хрен с ней. Потому что уже была няня, я понимала, что я не буду гулять с коляской. Я никогда не любила гулять с коляской. Вот. И, соответственно, сейчас у меня появилась возможность перехитрить своего мужа. В моей голове внезапно созрел план. «Дорогой», – сказала я, хитро глядя ему в глаза. И решила отказаться от коляски. Но я тут подумала, а почему бы мне не открыть сервис по аренде детских платьев? Последующие сутки я объясняла идею мужу. И чем больше говорила об этом вслух, тем больше меня это зажигало. «Окей», – согласился он. Ты только помни, что у нас ремонт, и денег еще понадобится немало. И тогда мы договорились выделить лимит в 20 тысяч долларов на проект, который я назвала «Белла Бомбина» – сервис по аренде детских платьев. Так началась эта история. Самым приятным моментом оказалась закупка платьев. Вначале я купила их около 200 штук. Период был удачный, если корректно так говорить, потому что из-за курса доллара и ситуации в стране многие бутики закрывались и распродавали товар. И я забирала все с огромными скидками, хотя некоторые платья я привезла из Дубая за весьма внушительные деньги. Но это была любовь. Мы арендовали помещение за пару дней до родов. И моя подруга и дизайнер в одном лице, опять-таки, все та же, приступила к выполнению новой задачи. С минимальными усилиями и бюджетом сделать милый и симпатичный интерьер. Лена справилась на ура. И ровно через месяц после рождения Евы, 15 ноября, Белла Бомбина открыла двери. К нам пришло много людей, которые восхищались, охали и ахали. Но в деньгах это не выражалось. Скажу честно, уже через месяц я поняла, какую ношу я взвалила на свои плечи. Ведь проект требовал внимания, сил, энергии и денег. Встали вопросы с персоналом, который мы нанимали, обучали и увольняли, процессами. В общем, мне необходимо было полностью включиться. Но я занималась свадебным саммитом, который был через месяц, ребенком. И на Бомбину оставались лишь крохи. На самом деле, это вообще, я не знаю, как я в это увязалась. Это только беременный мозг мог ввязаться, потому что мы по факту входили в некий ритейл, где необходимо было внедрять совершенно другие процессы, все делать иначе. И у меня не было в этом опыта. И самое дурацкое, то, что, наверное, мне хотелось купить только платьев, потому что, когда мы это все запустили, я поняла, что у меня маленький ребенок, у меня свадебные тренинги, саммиты, то, откуда идут деньги. И я вообще как-то не могу в эту Беллу Бомбину, знаете, платье развесила, ремонт сделала, и на этом мой интерес угас. То есть не могу туда даже времени найти, чтобы заезжать. Так, на смену заступили вновь мои главные помощницы, девочки, которые у меня работали. Создавали свадьбы, проводили саммиты, рулили свадебной федерацией. Короче, бойцы на все руки, за что я всегда буду им благодарна. То есть, когда я поняла, что мы не можем справиться, и девушки, которых я нанимаю, обучаю, они вообще из другого теста, я попросила своих сотрудниц, говорю, девочки, теперь мы будем с вами работать в Белла Бомбине, и заниматься свадьбами в том числе и всем остальным оттуда. И они переехали в этот магазин. Если не вдаваться в детали, могу сказать одно. С тех пор я против того, чтобы одновременно заниматься тысячью делами и не иметь для этого отдельные профессиональные команды. Но самое главное – ярое желание. Смешно, но главным толчком к закрытию проекта, который толком еще и не успел открыться, послужило мое нежелание это делать. Я очень быстро поняла, что вся эта тема мне неинтересна, и мне просто не хватит терпения дойти до того момента, когда проект станет успешен и позволит мне славно называться его хозяйкой. Для нормального запуска бизнеса необходимо от 6 до 12 месяцев, чтобы превратить его во что-то достойное и серьезное хотя бы пару лет. Так обстоят дела с любыми проектами. По крайней мере, мой опыт именно такой. И я прекрасно понимала это, поэтому действовала быстро. Открывшись в ноябре, через 2 месяца мы приняли решение его закрыть. Да-да, я знаю, каким шоком это выглядело со стороны, но я не устану повторять, что мы живем не для других, а для себя, и что не стоит париться о том, кто и что о тебе думает, так как эта история касается тебя, и вся ответственность всегда остается на тебе. Это решение мы с мужем приняли, пока ехали в машине из офиса домой. Я сказала ему, ты знаешь, мне что-то не хочется туда ехать, не хочу тратить свою энергию. Он улыбнулся и спросил, скажи честно, ты открыла его, чтобы у тебя было оправдание купить 200 новых платьев? Эх, как же он был прав! Мы весьма удачно продали оборудование, бренд и часть товара. Большую часть платьев я оставила себе. Да-да, в шкафах моих дочерей оказалось порядка 120 шикарных платьев. И скажу вам честно, меня это ни капельки не расстроило. Эту историю я могла бы перемотать, но кто знает, возможно, именно это тебе нужно прочитать сейчас больше всего. Не стоит делать то, чего от тебя ждут другие. Глупо бояться отказываться от своих же собственных идей, которые зажигали тебя вчера. Бояться вообще глупо. Я ни капли не жалею, что приобрела тогда этот опыт. Так же, как и не жалею о своем желании закрыться. Теперь я точно могу сказать, да, у меня это было. И да, это не моя история. И это круто само по себе. Могла бы я сделать этот проект успешным? Однозначно да. Докрутить, додумать, доделать. Я считаю, что человек, обладающий энергией, может сделать любой проект успешным, но при условии, что живет им. А что такое жить любимым делом, я знаю не понаслышке. И сегодня чувствую это как никогда. Так, открывшись в конце 2014-го, уже в начале 2015-го, я все успешно продала. Девочки, купившие этот стартап, работают до сих пор, а значит, мой маленький творческий импульс получил право на жизнь. Если я не ошибаюсь, сейчас девочки проходят, кто-то из девочек, рерайтер жизни. Так, итак, вернемся в те дни 2014-го, когда я вышла на сцену Wedding Business Summit в Москве. Вы же ждете продолжения этой истории. Конечно, как я уже писала, это было мое главное лекарство. Вновь стоять на сцене с моим лучшим в мире ведущим, рядом и купаться во взглядах людей, которые приехали в эти дни к нам. Столько писем и подарков, как в тот день, я не получала никогда. Люди благодарили меня за разные вещи, и у большинства в глазах стояли слезы. Если честно, я тоже часто едва сдерживаюсь при такой искренности людей. Для меня важно знать, что я достойно выполняю свою миссию, а именно так я воспринимаю то, что делаю. И все-таки не все приезжали посмотреть на меня. У меня были заявлены крутые зарубежные специалисты и спикеры. Один из них – Оливер Доус, француз, организатор свадеб и торжеств, который поставил условие, что приедет со своей женой Вирджини, владелицей крупной компании, которая занимается дизайном и располагается в Дубае. Мне позвонили наши девочки из аэропорта, куда отправились встречать рейс пары. «Они не прилетели», – услышала я взволнованный голос в трубке. Мы уточнили у авиакомпании, в самолет они не сели. Когда мы не смогли дозвониться до Оливера, то он спокойно сообщил, что они не успевают прилететь, так как у них были свои дела. Учитывая, что мы имели письменное подтверждение и вели переговоры несколько месяцев, мы сразу поняли, что это была месть. Дело в том, что за месяц до мероприятия мы попросили пересмотреть спикеров «Прилет бизнес-классом», потому что наши продажи были не такими, как мы прогнозировали, учитывая статус и количество зарубежных спикеров. Мы попросту не могли покрыть столь серьезные расходы. Кто не в курсе, «Полет бизнес-классом» значительно превышает стоимость обычных билетов и считается тысячами долларов. Мы попросили выбрать любые удобные авиалинии и все-таки прилететь. Все спикеры согласились на это. Стоит также учитывать, что все, кто прилетел, изначально ставил условия, в каком отеле хотел проживать и какое количество дней. Мы понимали, что люди летят издалека и поэтому соглашались оплатить больше дней, чем это было необходимо в формате ивента. Так, еще один спикер, Марк Немерко, организатор самых известных британских свадеб, все-таки прилетел в Москву и заселился в Ридс-Карлтон, который выбрал сам. Не знаю, чем именно не угодил отель, но в разгар саммита Марк затребовал, чтобы лично я приехал разбираться с тем, что там происходило и улаживало конфликт. Помню, как эта информация вновь поступила ко мне за кулисы, где мы с ведущим пребывали все время, пока выступали другие спикеры и регулярно выходили, чтобы подкачать зал или помочь спикерам. Бросать все, чтобы ехать и разбираться с истеричным британцем, не входило в мои планы. Да и Ева, которой на тот момент было чуть меньше месяца и которая жила у меня на груди, явно не позволяла мне идти на поводу у Марка. В отель отправился один из наших менеджеров, но Марка продолжал истерику, и в результате мы поняли, что лишились еще одного спикера. Таким образом, из шести заявленных иностранцев у нас оказалось только три. Это был шок. Помню, как я стояла за сценой и не знала, что делать дальше. Мы только объявили об отмене двух спикеров и понимаем, что у нас не будет еще одного. Врать и выдумывать был не вариант. Когда-то у меня был такой опыт лживоспасения, но я дорого за него заплатила. Поэтому на этот раз я просто вышла на сцену, изглатывая ком в горле, вместе со слезами на глазах начала говорить. У меня опять мурашки по коже. Суть была проста. Я честно рассказала о произошедшей ситуации и сказала о том, что если есть кто-то, кто приехал ради этих людей, мы приносим извинения и без проблем вернем деньги. Учитывая, что это был второй день конференции и большинство спикеров выступило, это было хоть какое-то решение. Кроме этого, наши другие спикеры, узнав о ситуации, предложили сделать совместное дополнительное выступление и ответить на вопросы зала, что было очень круто. Я также увеличила свое выступление на третий день. В тот момент мне хотелось умереть. Но основная часть людей сильно меня поддержала. Коллеги-организаторы передавали мне записки со словами поддержки прямо на сцену. И это были очень сильные эмоции. Я до сих пор, кстати, храню все эти письма. У меня целая коробка. Я себя недавно разбирала и доставала, смотрела. Это был вообще очень такой момент. Но вы вообще представляете, когда ты в Москве, у тебя не продано билетов, половину, на которые ты собирался. У тебя долг, у тебя три спикера устраивают тебе условный бойкот. Ты месяц назад родил ребенка, который у тебя на груди. У меня было, короче, я выхожу на сцену, а у меня мокрое платье. Я это вижу, а понимаешь, у меня молоко с груди течет. Ну, то есть, понимаете, да? Всю стрессовость, как бы, ситуация. И это было, конечно, одновременно и очень жестко, и поддержка была колоссальная. Несколько человек захотели вернуть деньги, но быстро изменили свое решение. А реально возврат был только один, что еще раз подтвердило, что мы притягиваем только достойных людей. Ведь, по сути, ценность саммита была не в конкретных спикерах, а в той особенной атмосфере, в которую мы погружались. И вот, по истечению трех дней, настал тот самый, когда у меня произошел срыв. О нем я писала чуть ранее. Думаю, сейчас стало более понятно, почему меня накрыло так сильно. Тогда я не смогла справиться с собой, а, возможно, не в лучший момент позволила побыть себе слабой. Сейчас я понимаю, что поступила правильно. Не по отношению к людям, оставшимся на мой тренинг, который я отменила, а по отношению к себе. Ведь тогда я увидела, что мир не рухнул от моей слабости, а значит, я не женщина-кошка, и мне не обязательно постоянно стоять на чеку и держать все на своих плечах, не позволяя быть себе слабой. Помню, как в последний день саммита я вышла на сцену и сказала о том, что у меня теперь есть свой дом, куда мы скоро переедем. А еще я вывела на экран слайд с надписью, которая стала моим девизом. Женщина не должна быть сильной, она должна быть счастливой. И тогда я пообещала, что научусь жить для себя, что верну в свою жизнь радость от встречи с подругами, что позволю себе отпустить контроль и найду ответы на те вопросы, которые стали тревожить мою душу. И я сдержала слово. Вернувшись в Киев, я позволила себе немного отдохнуть и вспомнить о том, что я только недавно родила своего ангелочка. Мы окунулись в мир нового бизнеса с детскими платьями, я продолжала работать в роли наставника с участниками своей коуч-группы номер один и завершили ремонт квартиры. Конечно, на самом деле картина была более динамичной. Тренинги и курсы в записях раскупали на серьезные суммы, все вокруг трудились. Но подошел период многих доплат за мебель, которая приезжала из Италии и все деньги уходили туда, не видя конца. Встретить Новый год, отдохнуть и погреться мы отправились в Дубай. Разгрузка была необходима, тем более, что я прекрасно понимала, какие суммы мне необходимы в ближайшее время для завершения ремонта. И от этого становилось не по себе. Именно тогда в мою голову пришла очередная идея. Пожалуй, если бы я постоянно чего-то не хотела и не ставила перед собой цели, моя бы жизнь выглядела совсем иначе. Дело все в том, что я всегда хотела лучшее, любила дорогое и не собиралась от этого отказываться. Хотя говорить об этом в прошлом не Камильфу. Сегодня все тоже именно так. Огромное количество тренингов, ивентов и прочих проектов, которые я создавала, рождались именно поэтому. Мне хотелось внести лепту в рынок, и мне нравилось, что я зарабатываю с этого столько, сколько мало кто еще способен. Когда мы планировали на свою квартиру, то планировали ее для себя. В наших 210 квадратах нет ни одной гостевой комнаты, зато целых 4 санузла. Для кого-то это может показаться глупостью, но мы не делали это для кого-то. Мы создавали для себя. Наблюдая за другими людьми, я не так уж часто вижу тех, кто научился делать и жить для себя. Многие называют это эгоизмом. Кто-то вешает еще какие-то ярлыки. Но задумывались ли вы, почему мы это делаем? Почему нам так важно поставить свой штамп на то, что делают другие, и тем самым оправдать собственное поведение, отличное от этого? Ну, мне, например, нет дела до того, как вы одеваетесь, с кем вы спите, и почему решили выбить в своей квартире все стены и поставить посредине унитаз. Класс! Если вам это так нравится, то вы мне уже симпатичны, потому что не являетесь стереотипным и ведомым человеком. Такая свобода пришла ко мне не сразу. Она подступала со временем, с возрастом, так сказать. Но вот детей своих я уже сейчас учу быть личностями и не бояться быть собой. Это важно. Это мое мнение, так что не обессудьте, я не навязываю. Просто выражаю его на страницах собственной книги. Так вот, в декабре 2014-го прибыль от обучения и других моих проектов достигла высшей точки. За один только месяц мы заработали на хороший автомобиль и уже предвкушали, каким будет следующий год. Но не стоит забывать о том, как сильно шаталась наша страна. И в какой-то момент экономика просто не выдержала. Россия тогда тоже здорово шатнулась. А пока мы запаковывали все вещи, приготовили их к переезду, а сами отправились в Дубай. Самым знатным было возвращение. Мы прилетели поздно вечером и сразу же поехали в новую квартиру. То есть история была такая, что мы решили, что новогодняя ночь у нас будет в Дубае в самом. И мы решили, что зачем уже нам продолжать аренду. А аренда, я напоминаю вам, у нас была 3,5 тысячи долларов на квартире, которую мы снимали. И мы подумали, что ну все. Уже как бы понятно, ремонтные работы там должны как-то закончиться. Да, еще у нас там нету кровати, ну кучи всего нету, но ничего страшного, тем быстрее будет. И мы запаковали вещи, которые у нас были. Когда мы улетали, у нас не было еще кухни, в общем еще базовых вещей не было, но они уже должны были бы приехать там. И мы оставили нашу Лену дизайнера на страже и улетели. И вот вещи, как мы их запаковали в коробках, их вот так вот привезли. И теперь представьте себе, что мы возвращаемся, прилетаем вечерним рейсом, вечер уже был поздний, с Дубая. И заходим в квартиру, в которой не знаем, что еще есть. Узнаем, что подключен, по-моему, или один, или два санузла. То есть не все, не везде есть вода. И мы видим кучу коробок, даже постельного белья у нас нету, и кровати нет, ну ничего нету. И вот мы возвращаемся. Мы прилетели поздно вечером и сразу же поехали в новую квартиру, в которой не хватало половины мебели, едва установили кухню, и где работал лишь один санузел. Все остальные вещи, включая постель и посуду, были упакованы в коробках. А Евка, представляете, да, Евке в октябре я ее родила, это январь сначала. То есть двухмесячный ребенок у меня, второму ребенку три года, и вот hello. Так, но и это мы тоже пережили. Передо мной лежал перечень позиций, которые нам предстояло приобрести в ближайшее время. Кое-что выкупить, кое-что заказать. Я понимала, что это еще около 60-70 тысяч евро, и далеко не последних, но на данный момент самых необходимых. Как я уже говорила, я не люблю компромиссы. Изначально выбирала для себя самых лучших брендов. Все самых лучших брендов. Покупать что-то дешевле я не собиралась, предпочитая просто докупить это позже. Но даже необходимые вещи выливались в нескровные суммы. И я отправилась на охоту. Ну, среди необходимых это там были стиральные машинки в том числе. Ну, короче, масса всяких вещей. Кровать, естественно. Не могу вам точно сказать, что именно происходит со мной в эти моменты. Похоже на то, как компьютер подключается к сети и начинает искать заданный поисковый вопрос. Я обычно сажусь и начинаю думать, что сейчас реально крутого я могу сделать, чтобы мне хотели за это заплатить. И да, у меня получается. Еще за пару месяцев я заработала необходимую сумму. В то же время, чувствуя, как падает волна, гривна стала обесцениваться с каждым днем. Доллар рос по часам. Рубль тоже заметно пошатнулся. Мы не могли этого не ощутить. Но в то же время мир не уходил под воду, а значит нам снова предстояло искать решение и план выживания. Знаете, сколько помню себя в бизнесе, всегда были какие-то непростые времена. Когда я стартовала в 2008 в кризис, я думала о том, как сильно мне не повезло застать те самые шальные времена, когда люди купались в деньгах. Прошло 10 лет, и сейчас я отчетливо понимаю, что кризисом тогда и не пахло по сравнению с тем, что происходит сейчас. И это мы еще тогда не знали о карантине, когда я писала эту книгу. Стоит ли говорить, что могли ли мы думать, что всех закроют. Будет ли дальше лучше? Не уверена. Поэтому могу посоветовать и себе, и вам только одно. Продолжать грести и не париться. Нужно научиться жить при любых обстоятельствах. Возможно, и эти времена мы будем вспоминать как лучшие, хотя, если уж совсем честно, мне бы этого очень не хотелось. Осенью 2014-го я впервые решила попробовать сместить акцент с себя на других талантливых людей, а точнее, моих учеников. Я видела, что среди них есть очень бойкие и толковые. В то же время... Так... В то же время сама уже регулярно ощущала потерю интереса к работе с новичками в сфере свадеб. Но спрос был бешеный. Поэтому я решила заняться продюсированием. Рядом со мной оказалась талантливая Полина, которую мы так быстро запустили на орбиту, что сами обалдели. Многие пытались повторить наш успех, но ничего не получалось. Я не знаю, где-то я рассказываю или нет, но мы на этой Полине заработали очень прилично денег. В чем же секрет? Все просто. Гениально просто, но состоит из нюансов. У нас совпали все звезды. Во-первых, ученица, которую мы приняли сделать звездой и махом продали пару десятков личного коучинга по кругленьким суммам, была реально талантливой. Во-вторых, мы попали на денежный период, когда у людей были свободные деньги, и они были готовы их тратить. В-третьих, сработал мой опыт, талант и, конечно, технология запусков, в которых я всегда была и остаюсь сильна. Вот и все. Именно поэтому в начале 2015 года ко мне пришла мысль повторить тот гениальный успех и запустить проект Wedding Star, суть которого была проста найти других талантливых организаторов и помочь им раскрутиться в сфере обучения. Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что данный проект оказался не супер удачным. И прежде всего, потому что и в России, и в Украине стали происходить серьезные экономические качели. И в 2015-м лично я жестко это ощутила. Всего за несколько месяцев наш доход уменьшился в 10 раз. Вместе с тем, расходы сократились гораздо меньше. И это означало лишь одно. Нам нужно перестроиться и выжить. То, что работало раньше, резко перестало работать. Покупательская способность очень упала. Цены, которые вчера были нормальными, сегодня превратились в нереальные. Учитывая, что мы всю жизнь работали в валюте, это было очень заметно. Пожалуй, на этом этапе я хочу остановиться. Остановиться, чтобы еще раз и себе, и вам объяснить главные принципы, которые я уяснила с тех пор. Главное, что я осознала, что жизнь это всегда кривая. А кривая, как известно, идет то вниз, то вверх. И далеко не всегда равномерно. Вот так вот. Мы все мечтаем достичь какой-то точки, которая станет для нас трамплином на века. Но нет таких точек. Нет таких трамплинов. Все временно. И единственное, над чем мы реально должны работать, это над отсутствием сильных провалов и возвращению к основанию, то есть к началу пути. Именно поэтому опыт, знания и работа над личным брендом запоминайте и делайте себе татуировку на лбу. Опыт, знания и работа над личным брендом являются самыми ценными и важными спутниками нашего развития. Запишите себе. Ведь если деньги могут исчезнуть, то эти качества и наработки останутся с вами. И все то, что вы вкладываете в развитие личного бренда, всегда сыграет вам верную и службу, и дружбу. К счастью, я интуитивно поняла это в самом начале пути. И поэтому гораздо легче переживала и переживаю американские горки сейчас. В 2015 я продолжила проводить свои главные проекты, такие как онлайн-конференция Wedding New Way, живое мероприятие для свадебных организаторов Wedding Business Summit в Минске. Кстати, мой рекламный ролик на конференцию Wedding New Way, который мы сняли в стилистике фильма «50 оттенков серого», а кто-то видел из вас этот ролик, вновь произвел настоящий фурор. Как можно в рекламный ролик для свадебных специалистов добавлять столько секса? Вы можете загуглить Wedding New Way и найти этот ролик. Я только родила Еву и мы решили снять очередную провокацию. Рекламный ролик для всех свадебных специалистов в СНГ. Я купила бежевый комбинезон, который имитировал голое тело. И мы снимали так, будто бы я там голая. У меня был такой шикарный макияж, прическа такая взывающая. Играла музыка как раз «50 оттенков серого» только вышло. Играла эта музыка «Дым». И мы с Димой Гусулом, с моим другом снимали это видео, где я там падала губы, кусала клубнику, с эротичным голосом начитывала эту рекламу. Всегда применяла и применяю вариант провокации, потому что это очень для меня такая свойственная органическая вещь. Боже, я вот всегда думаю, откуда дебилки берутся на моих эфирах. Сними ночнушку, иди нахуй. Так, продолжаем. Как можно в рекламный ролик для свадебных специалистов добавлять столько сексов? Она что и правда голая в этом видео? Эти слухи то и дело доходили до меня и, конечно, добавляли адреналина и желание подбросить что-то новое. Хотя, не скрою, рождение второй дочери сделало меня мягче и подтолкнуло тому, чтобы несколько пересмотреть ценности. Нет, это совсем не означает, что я захотела расслабиться, скорее разобраться. Разобраться, а чего, собственно, я хочу? Как я желаю проявляться? Каким образом взаимодействовать с миром? Ведь я все-таки не мужчина, чтобы быть банальным добытчиком. Все вокруг кричали мне «Свадьба! Ты так хороша, как бизнес-тренер! Ты мотивируешь, ты ведешь за собой, ты заставляешь людей меняться!» Но я словно не могла собрать паузл со своим изображением. Вот они, все детали передо мной, а собрать я его не могу. И страшно сейчас это сказать, но мне понадобилось почти три года, чтобы однажды ответ просто не появился на экране моего ноута. 2015 не был для меня простым, но все же я выдыхала и расслаблялась. Команда создавала свадьбы, я вела тренинги и проводила конференции, но все же выдыхала. Было сложно. Ощущение экономического спада и покупательской способности и непонимания, куда же я все-таки хочу идти дальше. Меня вообще всегда удивляет, что для большинства людей нет этого слова «дальше». Складывается ощущение, что многие живут так, как живется и готовы смириться со всем, что случается с ними. А вот взять и сделать самим, наметить свой путь или хотя бы задаться ответом на вопрос «А чего я хочу? Где мое?» даже не пытаются. Я регулярно слышу этот вопрос с раздражением в голосе. «Но как понять, что мое?» Вот если бы все это знали, а так, мол, вам повезло. Есть и те, кто вообще не верят в то, что предназначение и дело жизни существует. Мол, «А откуда вы знаете, что это именно ваше?» «Вот бизнес вы меняете, значит и дело жизни меняется». Тема, конечно, не простая. И я не психолог и не философ, чтобы круто описать те процессы, которые переживает человек в период, когда находит себя. Но я все-таки постараюсь. Наверняка вы неоднократно слышали о таком понятии, как интуиция или внутренний голос. Да-да, то самое чувство, когда стало хорошо, забегали мурашки или наоборот пробежался холодок. Когда вы идете и точно убеждены в том, что все получится. Или наоборот. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Когда внутри нас появляется ощущение, это происходит, когда ты встречаешь какого-то человека, например, вот дружба так возникает. Ты человека не знаешь, вроде бы как, но ты точно понимаешь, что вы начинаете, ну вы будете дружить. Так происходит вот с людьми, бывает, какими-то в отношениях. Когда ты человека не знаешь, но ты вдруг понимаешь, что с этим человеком готов идти дальше. Бывает, даже когда пост чей-то прочитаешь и ты понимаешь, что, блин, это твой человек. А бывает такое в деле, в каком-то, в проекте, когда что-то тебе предлагают и у тебя йокают. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот это вот ощущение, оно есть. Либо наоборот. Когда тебе говорят, вроде бы что-то на первый взгляд привлекательное, но ты внутренне, у тебя опасность, такое, danger, danger, да, или человек, он тебе улыбается, он такой, не-не-не-не, а ты чувствуешь, что, блин, он такой фальшивый. Вот у меня, честно говоря, сейчас очень много моих таких псевдоподружек-блогеров сейчас начали вызывать, я не знаю, с чем это связано, такой неприятный момент. Я вижу, что люди врут. Я ничего не могу поделать. Вот, вот ничего не могу поделать. Чувствую это вранье внутреннее. И меня прям вот, да, вот когда кажется, Наташа, абсолютно правильно, это не кажется. Не нужно думать, доверяйте своей интуиции. Возможно, давайте ей проверки, но вот доверяйте. Так вот, в зависимости от того, занимаетесь ли вы духовными практиками, а я сейчас говорю как раз больше о медитациях, и умеете ли прислушиваться к себе, ваша интуиция может быть как развита, так и нет. Когда интуиция развита, вы можете достаточно часто предугадывать события и чувствовать на том самом интуитивном уровне спокойствие и кайф или раздражение и постоянную тревожность. Это вот, знаете, мне иногда даже страшно становится от того, насколько я какие-то ситуации могу в своей голове предугадать. Вот прям совсем. Я вчера в Рерайтер Жизни выложила фотографию парня, который выставил фотку свою в маске, в какой-то маске, знаете, типа карнавальной, но такой ужасненькой, там с кровью. он ее выставил, а через 4 часа он выставляет фотографию, он попал в ДТП на велосипеде. И вы не поверите, у него лицо в тех же местах, на той же половине лица, по тем же формам, вот тут есть рерайтовцы, они вам скажут, как в этой маске. то есть чувак наверняка обладает какой-то такой тоненькой, значит, мембраной, и у него, то есть он это притянул в свою жизнь. Я не выдержала, я обычно не лезу в чужие жизни, терпеть этого не могу, но поскольку мы с ним друзья в фейсбуке, я не выдержала, я ему написала, я ему говорю, удали эту фотографию, посмотри, а он мне говорит, Оля, вы знаете, я родился 13-го числа, в 13-е, 13-е, я охренела вообще, то есть я поняла, что вот эти связи, они 100% существуют абсолютно, я медитирую каждый день. Стараюсь по два раза, хотя бы, ну, вру, стараюсь по два раза, мечтала раньше три, но не получается. Итак, едем дальше. Тогда, когда вы делаете то, что по-настоящему ваше, вам тепло и хорошо, и к этим ощущениям нужно прислушиваться. Например, вы понимаете, что всякий раз, когда нужно выступить публично, на собрании, перед большой или маленькой аудиторией людей, или даже сказать тост, вы просто предвкушаете это событие, вам нравится внимание, и вы получаете реальное удовольствие от самого процесса. В этом случае вам стоит занести это ощущение в копилочку ваших сильных сторон и собирать дальше. Задача несложная, собрать набор, из которого потом важно угадать, что именно можно приготовить. Где и в чем те навыки и сильные стороны, имеющиеся у вас, могут принести пользу и превратиться в деньги. Поверьте, это увлекательная игра. И главное, имеющая прямое отношение к истинному успеху и отсутствии в вашей жизни негативных моментов и деградации. Не стоит заниматься тем, к чему у вас не лежит душа, только потому, что так сказали родители или кто-то другой. Важно найти в себе смелость и желание быть собой. Проведите тесты и опросы среди своих знакомых. Спросите их, кем и почему они видят вас. И подумайте над этим. Мы тратим годы на то, чтобы получить образование в том, чем никогда не будем заниматься. и при этом не можем выделить даже одного месяца, чтобы поискать себя. Никто не говорит, что будет просто, но поверьте, заниматься тем, что у тебя реально будет получаться, гораздо интересней. К тому же, когда ты находишь себя, сверху словно подключаются мощнейшие силы, которые начинают помогать тебе и давать все возможные блага. Определяй свою цель и следуй к ней. Будь ведущим, а неведомым. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к родителям, которые действительно желают своим детям добра. Дорогие родители, наша задача не научить ребенка работать или вложить ремесло ему в руки, чтобы он мог себя прокормить. Наша задача гораздо важнее и легче. Помогите найти своему чаду дело его жизни. Понаблюдайте, что у него получается, к чему он тяготеет, только не надо вот этих зверских заявлений, мол, вот любит стенки разрисовывать, что ему теперь художником стать. Уходите от банальных штампов и желания быть самым умным и самым опытным. Ваш опыт не имеет никакого отношения к вашему ребенку. И если вы не знаете, как помочь, то хотя бы не мешайте. Развивайтесь вместе, читайте книги, смотрите каналы на YouTube, ищите современные ответы, и вы их найдете. В противном случае вы только все испортите. И прежде всего ваши отношения. На самом деле все таланты видны еще с детства. И именно поэтому наша главная родительская задача это не воспитывать, подавляя любые начинания, а наблюдать и развивать. Если вы пока не знаете, что делать с тем, что вашему ребенку нравится резать ткань, это не означает, что нужно ему это запрещать. Но купите ему побольше отрезов, и пусть режет на здоровье, от вас ведь не убудет. Играйте с ним и раскрывайте его таланты. Наблюдайте. Если бы все родители так делали, то я уверена, что сейчас среди нас было бы гораздо больше реализованных и счастливых людей. Важно разгадать свой код. Но не могут быть все предпринимателями или руководителями. А что, если совсем не в этом ваш талант? Деньги это не только предпринимательство, а счастье это точно не деньги в чистом виде. Эти мысли стали посещать мою голову именно тогда, когда денег у меня стало достаточно для того, чтобы перестать о них постоянно думать. Интересно. Но в тот момент, когда денежный поток начал налаживаться, я словно стала терять к ним интерес, то и дело погружаясь в себя и задавая вопросы. Чего же я хочу? Отлично помню тот момент, когда я внезапно лишилась конкуренции в своей голове. Поняла, что мне не просто глупо сравнивать себя с кем-то, мне глупо сравнивать себя в каких бы то ни было сферах, потому что я не знаю, где я хочу быть. Я Ермилова. Это единственное, что я точно знаю. Интересен и тот факт, что следующие месяцы, занимаясь чем бы то ни было, я занималась самокопанием. В 2015 я провела последний саммит в Минске и свадебную онлайн-конференцию. Это все было с болью и кровью. Слабые продажи, падение рынка, но главное, мой поникший интерес. К тому моменту мы потратили на развитие портала свадебной федерации и CRM-системы ивент-офиса более 100 тысяч долларов. Рынок не был готов к такому продукту. Бумажки, блокноты и таблицы Excel по-прежнему оставались и остаются главными друзьями ивентеров. Однажды вечером мы сидели с мужем, который развивал этот проект и я сказала ему «Слушай, может хватит?» Сергей стал сопротивляться. «Но у нас же что-то получается, нужно время». «Ну ты не понимаешь», ответила я. «Девочки никогда не променяют бумажки, хочешь поспорим?» На следующий день я поставила задачу своему менеджеру собрать все инструкции, документы и чек-листы, которые у нас накопились. Мы собрали их 83 штуки. Я дала их менеджеру школы, она быстро сделала лендинг, и мы запустили продажи, поставив ценник за комплект 500 долларов и продали их на несколько десятков тысяч, что превышало продажи нашей онлайн-системы во много раз. Бумажки победили. Сергея это повергло в шок, но остановить смог лишь сильно уменьшившийся поток денег, когда 12 разработчиков, которые занимались системой, мы просто больше не могли содержать. В 2016 я продолжала проводить бизнес-тренинги, но достаточно быстро отказалась от этой инициативы, не чувствуя достаточного количества энергии, чтобы этим заниматься. Затем появилась идея создания маркетингового агентства Ермилов Маркетинг, главной задачей, которую мы ставили упаковкой в бизнесов. Ну, мы получили несколько хороших клиентов, но в процессе осознали, что этот формат нам тоже не подходит. На это был ряд причин, главная из которых невозможность создания крутого маркетинга без воздействия на продукт. Ну, речь идет о том, что очень часто и у вас, наверное, так бывает, мы хотим нанять специалистов, например, маркетологов, которые должны нас продвигать. Но хорошие маркетологи начинают лезть в продукт, и они вам говорят, вы знаете, вот все классно, мы делаем вам классную воронку, но ваш продукт как бы, он не очень хорош. Вот нужно, например, сделать, вот у нас была одна клиника крупная гинекологическая, и мы им сказали, что давайте сделаем ну простую совершенно действие, сделаем продукт лид-магнит, на что мы будем гнать вам рекламу, мы там делали им сайт, все, снимали видео, сделаем на бесплатную консультацию. Человек приходит на консультацию по своему вопросу, и вы ему уже назначаете анализы, диагностику, там, ну, это классическая схема. Они говорят, нет, мы не хотим делать ничего бесплатного, мы, мол, хотим вот сразу продавать ему, мы говорим, ну, вы же понимаете, человек же даже не знает, какая у него проблема, он же сам себе не может диагноз поставить. И вот мы с этим несколько раз столкнулись, и мы поняли, что, ну, очень сложно, у нас все время были проблемы, потому что мы предприниматели, мы не могли не лезть в продукт, мы все время пытались улучшить продукт, и лезли не в свое дело, и мы поняли, что мы не готовы этим заниматься. Мы много перебирали и искали, куда же нам идти дальше, и вот на этом я снова хочу остановиться, ведь большинство людей боятся останавливаться, боятся занять новым, заняться новым, боятся, что и кто будет о них говорить, но я горда тем, что так нельзя сказать обо мне, ибо только идущий обретает путь, а тот, кто ищет, имеет шансы найти. Мне давно все равно, кто и что обо мне говорит, по поводу моей ночнушки тоже, заработай на такую ночнушку, потом поговори. Ведь это моя жизнь, и что делать, если мне не все равно, как я ее проживу? Если я хочу прожить ее не просто так, а раскрывая себя, оставляя после себя что-то важное, я регулярно задавалась этим вопросом, ну какого черта я живу, ну зачем я пришла, ну за что во мне такого? И при этом регулярно получала письма со словами благодарности за то, что помогла пережить непростые времена, помогла подняться, изменить жизнь. Как, мать вашу, думала я, могу помочь это сделать? Если на вопрос, где мне взять мотивацию, чтобы хорошо жить, я стандартно отвечаю, иди и вешайся, отрежь себе ногу и вспоминай, как хорошо было, когда она у тебя была. Я жесткая девочка, вечная, делающая щелчки по чужим носам, помогая людям подняться и идти дальше, так. Я никогда не была конфетой, скорее лекарством, которым и отравиться недолго, но уважают у меня именно за это, умение говорить правду и пробуждать, зажигать и побуждать к действиям. В какой-то момент я поняла, что походу это и есть мой дар, но что мне с ним делать? Я страшно мучилась, когда искала ответ на этот вопрос. Страшно. В какой-то момент я практически потеряла сон. Вся моя жизнь со стороны выглядела обычной. Бегу, делаю, зарабатываю. Но внутри меня был целый океан вопросов и эмоций. Помню, как по вечерам я приходила и ложилась на пол в своей роскошной ванной комнате. Ложилась и лежала, понимая, что не имея ни малейшего понятия, куда я на самом деле иду. Вокруг меня было много проектов и движения, и я искренне пыталась зацепиться за них и влюбиться, но у меня ничего не получалось. Вот на этой веселенькой нотке мы с вами на сегодня закончим. Так, давайте посмотрим, у нас есть 10 минут, я сейчас посмотрю, что вы тут катали, потому что я не успеваю читать, если были какие-то вопросы. как быть, если часто не доделываешь проекты или дела и бросая на полпути. Ну, если вас не прет, значит, как бы, я рекомендую вообще все-таки иногда останавливаться. Это то, о чем я вам говорю. Иногда останавливаться и разбираться, потому что, блин, у меня где-то должен был быть выключатель. А, сейчас, секунду. Блин, почему-то это не он. Так, лучше. Почему важно останавливаться? Потому что, когда вы не останавливаетесь, когда вы не находите на это время, это, вы знаете, как лечиться от всего подряд. То есть, вы, типа, думаете, мне некогда остановиться, мне некогда подумать о своих желаниях, мне некогда, некогда, время-то идет, и вы его просираете, простите, вы его сливаете. И какое-то время ты пробуешь, 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 и понимаешь, что ты не можешь ничего найти. Тогда нужно остановиться и с этим поразбираться, уйти в момент понимания, уйти в момент медитации, каких-то погружений, уйти в рерайтер, в конце концов, просто уделить этому время. Так, смотрела супер-женщина, да, страсти, это жесть, я с вами согласна. Будет ли глава на YouTube? Да, все главы будут на YouTube. Так, грубиянка, это наша красотка говорила. Так, сегодня залпом посмотрела супер-женка. Да уж, это не для слабонервных. Если предложили высокооплачиваемую работу, но от самой работы кайфа нет совсем, но деньги берут верх. Но вы должны понять, в этом случае, это знаете, как это, мой муж все время говорит, что я очень странные примеры привожу. Это как, знаете, любовь с мужчиной за деньги. Когда вы понимаете, что вы накопите денег и, ну, то есть вы понимаете, зачем вы это делаете. Вы возьмете эти деньги, заработаете. Для чего? Вот начните сразу же искать вариант для чего. Потерпеть можно, но недолго. Искать себя надо. Так, какие цели ставишь перед собой сейчас? Сейчас я полностью нахожусь в своем новом проекте, скажем, к которому я в результате всего и пришла. Это Рерайтер жизни. Сейчас я хочу ежемесячно собирать тысячу человек для того, чтобы массово, качественно, круто менять. Менять. Я всегда хотела менять людей. Я всегда хотела людям помогать, которым нужно помогать менять свою реальность, становиться хозяевами своей жизни, менять мозг. Потому что лично я не намерена жить в этом тупом мире, где людьми руководит телевизор, где все плохо, где постоянно идет развитие вот этой пандемии. Вы знаете, я перестала носить уже маски, мыть руки и прочей херней страдать, потому что это болезнь мозга уже у людей начинает развиваться. Ну, я не собираюсь в этот бред играть. Поэтому я намерена пробуждать. Я намерена через Рерайтер жизни. Это классный инструмент. Я намерена людям помогать, которые готовы к этому, которых у меня будет получаться будить. И намерена людям помогать просыпаться. Я недавно выступала на конференции. И у меня с конференции было какое-то сумасшедшее количество продаж. Я полтора часа выступала, может быть, в доступ выложу. И я поняла, что очень многим людям откликается то, о чем я говорю. Что действительно у людей уже есть такая потребность. Люди уже понимают немножко принципы мира. Понимают силу своего мышления. Понимают, что они хотят, готовы. Но нам всегда, я уже об этом говорила, нам всегда нужны люди, чье предназначение вести за собой. Ну, это правда. Потому что нужно уметь делать хорошо свое дело. И вести за собой это тоже, это не тоже, это колоссальный труд. Я хочу стать самым успешным, дорогим, высокооплачиваемым тренером, мотивационным в СНГ. Я хочу помогать реально людям менять их жизни. Вот это сейчас моя цель. Ключевая. Верите, что буду делать чипы? Я думаю, что чипы уже давно стоят. Судя по количеству идиотов в нашем мире, я думаю, что они уже давно стоят. Я намерена эти чипы доставать из людей, вот отсюда, с каналов новостей и прочих, и вставлять в них другие. Так, у зажигалки топливо заканчивается? Нет. Как бороться с нерешительностью? Да, срать, блин, на эту нерешительность. Идти вперед, фигачить. Нерешительность уходит тогда, когда приходят результаты. У вас нерешительность, потому что вы неуспешны. Когда вы начинаете, определяете, в чем вы хотите добиться успеха, и начинаете туда переть, успех неизбежен. Когда вы начинаете получать успех, это, знаешь, вот ты идешь по улице и думаешь, блядь, у меня кривые ноги, у меня, блин, большая жопа, у меня торчит живот. И рядом с тобой идет охуенный парень, который говорит, блядь, я тебя обожаю, ты самая красивая, он тебя готов трахать на каждом дереве, потому что ни на кого не смотрит. Как думаешь, долго ли ты будешь ходить с комплексами? Как долго ты будешь? Ты поймешь, что ты охуенная, потому что рядом с тобой самый лучший парень. Тот, ты раньше бы подумала, что он на тебя не глянет, а он тебя любит, он тебя обожает. И похер ему, сколько тебе лет, сколько ты весишь, как ты выглядишь. Вот откуда приходит уверенность. То же самое и с делом. Когда ты успешен, ты перестаешь, вот мне там начинают сейчас часто, ой, там, блядь, сделай зубы, сделай нос, сделай рот. Да и сделай мозг себе, курица. Иди, сделай мозг. Сделай себе мозг. А потом приходи, потом будем с тобой работать. Это же, вот знаете, кто на чем концентрируется. Я обожаю людей, но я тупиц не выношу. Поэтому я однозначно никогда не буду Буддой и женщиной в белом халате, знаете, которая благословляет. Вот, нет, я хочу бесить, злить, пробуждать и потом работать с людьми. Но если человек дебилоид, пусть он где-нибудь идет и вешается, отрезает себе нос. Поэтому решительность приходит тогда, когда вы в чем-то хороши. Станьте в чем-то хороши, получите этому доказательство в виде благодарных клиентов, в виде денег, в виде чего-то там. Деньги – это всегда доказательство того, что ты на правильном пути. Вот и все, вот чем являются деньги. Это просто показатель. Так, готов с тобой хоть на край света. Спасибо, я передам своему мужу, что есть заменка. Так, идиотов 80%. Знаете, я стараюсь не думать о том, что идиотов много, потому что это такое, знаете, это опять-таки мой мир. Я считаю, что люди на самом деле просто половина зомби. Они не виноваты. Они не виноваты. Поэтому иногда сказать курице, что она курица, ее это иногда может встрепенуть. И она подумает, блин, я же реально курица. У меня бывает таких очень много людей, которые пишут и извиняются потом. И я прекрасно этих людей принимаю. Мало того, у меня есть часть даже, которые потом учатся, и все оно замечательно. Но, знаете, как говорят, клиент всегда прав. Ни хера. Ни хера. Клиент вообще всегда не прав. Клиент – это уже давным-давно у нас такое понятие с вами подхуевшенькое, знаете, что типа я всегда прав. Нет. Я, например, знаю, что я не права, как клиент. Так, рерайтер – это больше о прошлом или будущем? Рерайтер – это точно о будущем. Рерайтер – это о той жизни, которую вы желаете, которую вы можете сейчас для себя придумать, запрограммировать и, самое главное, получить. Это невероятно, но это работает и работает очень быстро. Я сейчас буду добавлять большое количество техник, потому что сама обучаюсь, работаю еще с подсознанием дополнительных. Все время сейчас мы будем запускать медитационный клуб для выпускников, для того, чтобы постоянно работать над теми новыми картинками и образами, которые мы создаем. И я абсолютно убеждена в том, что мы создадим новое общество, не только я, а еще много людей, которые этим занимаются в мире. Мы создадим новое общество думающих, счастливых людей, которые создают свою реальность, а не ведутся на все эти пропаганды, которые происходят. Посмотрите хотя бы на эту бредовую пандемию. Поэтому, в общем-то, так и обстоят дела. Итак, у нас с вами будет чтение следующей главы. Я думаю, что послезавтра. Завтра сделаю эфирчик, прокачивающий на другую тему. Сделаем небольшую паузу. Все главы можете искать где-то будут в YouTube у меня на зажигалке или в IGTV тоже буду загружать. Ну и, собственно, жду вас на рерайтере жизни. Кто не знаком, зайдите по ссылочке, почитайте, посмотрите. Уже мы добавляем небольшие отклики, эмоции тех, кто сейчас проходит марафон. У нас скоро будет первый выпуск. И я точно могу сказать, что это самый лучший на сегодняшний день продукт по изменению своей жизни. По крайней мере, в СНГ 300%. Ничего подобного вы не видели. Поэтому присоединяйтесь к нам. Это Пепси-кола, если что. Это моя классная ночнушка. Все, друзья, люблю вас. Хорошего вам вечера. Спасибо, что послушали. Всем пока.